Девушки отдыхают Интервью с Ником нам пришлось ждать полгода. Как получилось, что этот парень стал мировой мега-звездой, и что миллионы людей пытаются научиться у него быть счастливыми? Он сам далеко не сразу понял, что же хорошего в том, что он родился таким. Это был 1982 год. Семья ждала первенца. Исследования ультразвуком обещали здорового мальчика. Но сначала присутствовавший на родах отец увидел, как на свет появилось плечо без руки, и выбежал из родовой, чтобы жена не увидела его изменившегося лица. Потом забыли медсестры, забегали плачущие врачи, и поспешили унести младенца, который, понятное дело, плакал тоже. Когда, наконец, вышел доктор, потрясенный отец кинулся к нему с вопросом, что, у него нет руки? Доктор сказал, фокамелия. Ребенок рожден без рук и без ног, без каких-либо медицинских причин. Отец взял себя в руки и спросил, где мой сын, могу ли я взглянуть на него? Ему показали. Он вернулся к маме и сказал, он красивый. Моя мама. Ей было очень тяжело в самом начале. Конечно, отец сражался. Мама не могла держать меня, кормить грудью. Четыре месяца она приходила в себя. Проблемы решали по мере их поступления. У Ника есть подобие стопы вместо левой ноги. Благодаря этому он научился ходить, во что не могли поверить доктора. Как большинство детей, он был уязвим и отвергал любую помощь в своем стремлении быть нормальным ребенком, какими росли его младший брат и сестра. Родители вселяли без страша. Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого. У меня есть коробка с игрушками, но я ничего не могу из нее достать, потому что у меня нет рук и ног. Ник научился падать в бассейн и плыть, ложиться животом на скейтборд и отталкиваться пяткой. Он уже умел писать ручкой и пользоваться компьютером. Родители придумывали различные приспособления. У меня был ножной насос в душе на полу, при помощи которого я поливал шампунем голову и терся ей о стену. Вот так я научился принимать душ. Электрической зубной щеткой я могу сам себе чистить зубы. Я просто хочу, чтобы люди знали, что иногда в нашей жизни мы и есть те, кто накладывает самые большие ограничения на свою жизнь. Его и без того неустойчивый мир едва не рухнул, когда в школе, известной детской жестокость, одноклассники устроили ему травлю. Было так больно и так непонятно, за что все это, что однажды он сдался. В 10 лет я попытался свести счеты с жизнью, в 50 сантиметрах воды, в нашей ванне. Тогда меня остановила одна мысль. Я понял, что не хочу оставлять их с этой болью на всю жизнь. Маму, папу и брата с сестрой. Они не заслужили. Одно дело, когда у тебя ребенок без рук, без ног, но гораздо больнее, когда этот ребенок ушел вот так. Из-за того, что я любил своих родителей, я и решил остаться. А любил я родителей так сильно, потому что они так сильно любили меня. Он понял, что перед ним выбор – злиться на то, чего у него нет, или быть благодарным за то, что есть и использовать это. Что не нужно быть нормальным, достаточно быть собой. В 19 лет он изучал финансовое планирование в университете, где однажды ему предложили выступить перед студентами. На речи отвели 7 минут, но уже через 3 минуты зал хлюпал носами. Ник говорил о том, что у каждого человеческого существа есть ценность. Девочка подняла руку и спросила, могу я обнять тебя? Подошла и расплакалась на моем плече. Она сказала, спасибо, никто еще не говорил, что любит меня. Никто еще не говорил мне, что я красива, ты спас мне жизнь. О, это удивительно. Я не мог себе даже представить, что нет ничего лучше в этом мире, чем помощь кому-то еще. А потом с выступлениями его начали приглашать одна за другой в школы. Его звали в дома престарелых, где он возвращал старикам силы, в тюрьмы, где он размышлял о свободе духа. Он стал профессиональным оратором. Выступал около 250 раз в год и в неделю получал около трех сотен предложений о новых выступлениях. Тысячи радио и телеинтервью. Он объездил 44 страны, встречался с семью президентами, говорил с трибуны пяти парламентов. Тет-а-тет убеждал в красоте жизни пять миллионов в неразуверившихся человек. Наконец в Индии собрал свой самый большой стадион. Одновременно 110 тысяч человек смотрели на него во все глаза. Он не может пожать никому руку. Он обнимает людей. И даже установил мировой рекорд без рук и без ног, он обнял 1749 человек в час. Это происходит не так. Моя история, я Ник Вуйчич, никогда не знавайтесь. Нет, нет, совсем нет. Я думаю, одно из неверных ожиданий аудитории, перед которой я выступаю, «О, это Ник Вуйчич, я никогда не буду жаловаться, потому что у меня есть руки и ноги». Я же понимаю, что это не надежда. Ты должен жаловаться. У нас у всех свои взлеты и падения. Мы не можем сравнивать страдания. Надежда – это когда все вдруг понимают, что мы в одной лодке. Это то, что я и пытаюсь донести. Это сумасшествие. Я так устал от переездов. И на улыбку уходят все. Один из простых, но сложных его уроков – смеяться, когда тяжело. Свою пятку он называет окорочком. Когда дети пялятся на него на улицах и подбегают с вопросом «Что с тобой случилось?», он хриплым голосом отвечает «Все из-за сигарет». Авиашутки от Вуйчича коронные номера. Он любит заходить первым на борт самолета, просит помощников уложить его на багажную полку и закрыть дверцу. Сейчас один из пассажиров ее откроет в надежде уложить свой чемодан. Стюардессы веселились как школьницы и радостно участвовали в розыгрыше, когда однажды Ник переоделся в униформу пилота, встал у трапа, встречая пассажиров такими репликами. «У нас сегодня знаменательный день. Мы впервые используем новые технологии управления самолетом. Вы не поверите, я ваш капитан». У людей вытягивались лица. Обычно в душу заглядывает он, Ник Вуйчич, но однажды с ним приключилось обратное. Ему в душу заглянула она. «Я встретил свою жену в апреле 2010-го. Это было в маленькой аудитории, ну, человек на 16». «Вы, может, еще помните точное время?» «Да, около 7 вечера, 11 апреля». Их познакомили общие друзья. Она понятия не имела, что Ник уже богатый, знаменит, и вообще у нее был в то время бойфренд. Она просто увидела его, а он увидел ее. Так бывает. Как он потом скажет, это была связь, которая больше нас самих. Свою невероятную красавицу, что называется живьем, он показал лишь единожды после свадьбы знаменитой американской программе «60 минут», где Канн и Амиахары пришлось отвечать на самые откровенные вопросы о своей любви к Нику. «Физические взаимоотношения – это для вас трудно?» «Интимический вопрос?» «Да». «Да нет, это всех так интересует». «Понимаете, да, я не могу все время держать его за руку, но я могу обнять его. Но у него есть все, что ему нужно». Ровно через год и один день после свадьбы на свет появился Киёши Вучич. Ему еще нет двух месяцев. Ник, как когда-то его отец, стоял рядом с женой в родовой палате. Доктор взял малыша на руки, он лежал на животе, у него были руки и ноги. Голова чуть наклонена в мою сторону. И пока доктор отрезал пуповину, малыш смотрел прямо на меня, эти добрые 3-4 секунды, и я просто начал плакать. Он написал несколько книг о своей жизни, выступивая их двумя пальцами на компьютере. По 43 слова в минуту. Одна из них – «Жизнь без границ» была переведена и на русский. Он собирался в этом году в Россию, но из-за малыша пока пришлось изменить план поездок. Впрочем, Ник обещал, что скоро приедет. Свои выступления он обычно заканчивает словами. А если по-честному, то иногда вы можете упасть вот так. И падает лицо. В жизни случается, продолжает он лежа, что вы падаете и, кажется, подняться не вверх. Тогда вы задумываетесь, а есть ли у вас надежда. Но я хочу, чтобы вы знали, что удача еще не конец. Вы можете это сделать. Надежда творит чудеса. А потому стоит ли удивляться, что в его личном шкафу уже много лет стоит пара ботинок. Анна Нельсин, Борис Леонов, Юлия Заграничного, Первый канал, США, Калифорния.